Та запись закончилась, я не помню на чем, на том, что мы узнаем, куда они делят деньги, банки все, куда они их прячут, или на небо отправляют, или закапывают в землю, или кому отправляют. Мы до них доберемся. Мы до них доберемся, будьте уверены. Хотите добраться до тех, кто нас обворовывает? Ммм? Нет? Нет? Значит, вы не народ, вы просто должны быть порабощены другими народами, и вы будете порабощены, и я тоже. Я-то не буду, у меня не будет потомства, потому что ни одна... Здесь идет обратная эволюция, то есть здесь не выбирают достойных. Я не про себя даже говорю, а про действительно достойных мужчин, здесь девушки не выбирают их. Здесь идет врождение, и дальше будет просто... Это государство... Ну, не будем говорить, кто виноват. Посмотрите на это про свирнина. Ну, это разве националист русский? Посмотрите, он пьет пиво за ваши донаты. Он просто сидит и пьет пиво. Это что, нормально? Скажите, это нормально? Я не пью пиво. За ваши донаты я не пью пиво. Не курю. Я не люблю тех, кто курит. Я их просто не люблю. Я ничего не говорю, но... Мне это очень не нравится. И меня с ужасной жестокостью... Вышинули с училища художественного. Он смотри, поцарапало меня. Он сказал мне пальцем так... Ты когда не станешь художником? И пошел тогда, довольно. Знаешь, ему делают минет, этому Ежову. Ради того, чтобы... Он поставил оценку. А я даже никакой взятки ему не давал никогда. Ему взятки дают постоянно. Постоянно к нему... Красится там девушка перед девушкой, перед ним. Это сексизм. Че это за хуйня? Ой, простите. Это меня отец, но папа научил материться. Извините. Мне 9 лет. Я попытался съесть вот это вот... То, что получилось. И вот из-за вот этих вот... Ну, из-за семечек вот этих... Тыквенных. Очень невкусно. Они очень невкусные, но они полезные. Но даже вот в этой вот штуке они очень невкусные. Это... Чтоб таблетки принимать. Это я эти... Порезы вот эти себе пропитывал. Здесь видео, фото моих побоев. Ну, они поугарают. Участковый поугарает надо мной. Какой я поцарапанный, избитый. Им уже нравится. Плассидистическое удовольствие получает, наверное. Там видео. Два видео, где я... Первое, где... Все происходит, где она нападает на меня. Потом я ее матерю. Потом она нападает. Второе. Она крадет... Видео короткое... Ну, видео не короткое, а маленькое. Ну, меньшего размера. Снятое на телефон. Где она крадет телефон. Девушки. У меня есть 50 рублей, представляете? Это мой пропуск. Смотрите. Какой урод. Таблетки. Это, чтобы ночью уснуть. Это, чтобы спокойно... Спокойно себя чувствовать. Флокситин. Флокситин. Здесь 10 миллиграмм всего лишь. Стоит... Ой, сколько стоит. 41 рубль. Ну, короче, это, я не знаю, опасно есть, говорит мой врач. Но... Другого флокситина не продают. Мне нужен сейчас флокситин. Вот оно. Азоломакс, он усиливает действие антидепрессантов. Поэтому я приму одну таблетку. Вот как раз одна таблетка, чтобы усилить действие антидепрессанта и нейролептика. И затем я сразу пойду, куплю нейролептик, потому что мне добрый человек Владимир Красный задонатил. И еще пару человек на нейролептик. Я начинаю с вами сейчас. Я сейчас я приму флокситин, отечественный, озон. Не тот озон, который... Который озон нахуй. А вот озон, который... Который озон нахуй. Который делает хуевый флокситин, блин. Добраться бы и до них тоже. Но все равно. Он не помогает от комплексивного расстройства, как там написано. Он помогает только от депрессии немножко и похудеть. Эти ублюдки наживаются на людях. А Зала Макс это немецкая аналог Ксанакса. По рецепту все. Он хуже обычного Ксанакса. Хуже отечественного даже Ксанакса почему-то. Я не знаю почему. Наверное там уже все капец. Германия, наверное... Ой, упала. На пол. Ну я, видишь, я не белая ручечка. Я не неженка. Я с пола подобрал. И выпрям. А АПЗМ. Смотри, у них написано. Напись какая-то. А ПЗМ1. А я сделал свой логотип. АПЗМ1. Более крутой. Я вам выложу свои рисунки, которые я не укладывал до сих пор. Расскажу вам, что такое символы истины. Это причем мне пришло с предустороннего мира, будучи трезвым. Я никакого, ничего не принимал. То есть, ну, Зала Макс это не наркотик. Это... Короче, какой-нибудь дворник скажет, что это наркотик или какая-нибудь тпшка. А врач нормальный скажет, что это не наркотик. И от него никакого счастья нету. Нету. Ты просто от него... Он даже хуже, чем... Он хуже качеством дорожает. Просто тратишь деньги. И просто получаешь, что ты не так сильно чувствуешь тревожность. Если ты не чувствуешь тревожность, ты ничего не почувствуешь, понимаешь? Ничего не почувствуешь, ты почувствуешь тяжесть. Так что не покупай эту хрень. Зала Макс действует... Ну, Ксанакс действует где-то 5 часов. Примерно. Это, наверное, меньше действует. Потому что это... Его аналог. Настоящий Ксанакс в Америке делает. Выберут сразу 3 капсулы флокситина. Чтобы из-за Ла Макс и флокситин можно поделить. А может 4 выпить. Посмотрим, что будет. Один транквилизатор, который усиливает действие любого серотонина, обратного захвата серотонина. И нерлетик. Сейчас я еще быстро пойду. Если мне не продадут, то, возможно, там что-то произойдет. Я, возможно, запишу это на видео. Может быть, произойдет нечто более ужасное, чем то, что было в кафе. Я не знаю просто. Она может мне нахамить, как-то еще что-то. Хотя нет, она бить меня не будет. Просто, видишь, меня било. Поэтому я с катушек склетел. Она меня со всей дурью била. А эта продавщица не будет бить. Но я скажу ей, можете меня ударить со всей дурью. И тогда там может начаться что-то. Хотя я принял флокситин. Но нейролептик я не принял. Если она не продаст нейролептик, значит, она просто... Ее бог должен наказать за то, что она довела человека до суицида. Жадная. Просто жадная и вредная. Из вредности числи. Потому что в половине аптеках из рецепта продают. Жадная, добрая женщина. Пора посмотрим. Ну, в общем, дальше я сейчас попробую поиграть на гитаре. Я не умею играть. Я просто мечтаю стать... Эмо Вайленс играть. Мой отец не любит Эмо Вайленс. Он любит просто... Рок-н-ролл, там, металл. Старь. Металл, знаешь, там, тысячных, 70-х. Слеер, Слейд. Всякую тысячу у них. Это можно даже не надевать. Особого смысла нет. Как мне девушка сказала, особого смысла нет тебе бросать. У меня воспоминания болезненные преследуют. У меня еще были воспоминания болезненные. Я признаюсь в смысле преступления. Орл, 1984. Я выписываю тут на бумаге. У меня целый тип бумаг. Каким способом можно отомстить? Кто нахамил мне? Каким способом? А там, последний способ я придумал. Это рогатку купить и металлическим подшипником в спину прям запустить в позвоночник. И тогда этот человек, или она, или он, или не человек, получит точно такой же урон, как я получил. У меня спина гниет. Ну, хрящи. И ей, возможно, если я попаду прям в хрящ, в позвоночник, то там тоже будут разрушаться постепенно хрящи. И она будет страдать так же, как он будет страдать так же, как я. Я не моя девушка, я же, по-труге их. Я не буду называть, кто именно. Это просто мысли, руминации. Но на самом деле я никогда их не применяю в реальности. Даже когда я не принимал нейролептику очень долго, у меня каждую секунду мучили мысли. Каждую секунду. Это настоящий ад. Каждую секунду мучили мысли. Можешь такое себе представить? Мысли, руминации. Представь, что ты в одиночной камере, как кинг-кинкл. И тебя мучают руминации и фобии звуковые. Не можешь представить себе. Знаешь, какое у меня было облегчение, когда я поехал к врачу, которого я искал несколько лет. А ты его получила от телефона. Просто так легко. За один клик от меня. А я искал его несколько лет. Я столько потерял. Столько потерял. За это несколько лет. Можно сказать, что у меня уже дальше нечего. Нету всю жизнь. Я потерял девушку свою. Если я принимал лекарства, я бы до сих пор с ней был. А может и нет. Скорее всего, да. Я бы с ней был. Но может. Она тоже принимала лекарства. Привет, меня зовут Саша Аленин. Мне девять лет. Я живу на ядерных отходах. Это мой город Красноярск-26. Вся эта импровизация я придумаю на ходу. И ты считаешь меня бездарностью. Безусловно, я бездарин. Я ничего не могу. Ты можешь просто сходу придумать любую импровизацию. Ни при чем в рифме. Я живу со своим отцом. Он пустил мою маму на алименты, а не наоборот. На самом деле, все наоборот. Моя мама пустила отца на алименты. И он выплатил все, потому что он не куколд. Знаешь, почему Гарик Харламов не хочет разводиться? Потому что ему придется офигенный алимент платить дофига. Поставь себя на его место. Тебе тоже придется платить алименты. Или быть куколдом. Быть куколдом. Или платить алименты. Выбор у мужчины лишь такой сегодня. Но я не мужчина, я ребенок, мне 9 лет. Мама не дает мне денег от алиментов отца. И они... Он честно платит алименты. Все 18 лет. И мне еще 9 лет платить алименты. Потом меня заберут в армию и убьют. Прости меня, Антон, ленивчика, за тот пост. Прости меня, я был не в себе. Меня избили, я был не в себе. Прости меня за тот пост. Надеюсь, ты не обидишься, не разживишься, не разгневаешься на меня. Я дам не отходы, вымирающий народ. Рожают детей для этой системы новых работ. Новых работ. Я скоро должен купить нейролептик Терлиджен. Но если мне его не продадут ни в одной аптеке, то что мне делать? Я знаю, я пойду все аптеки в город. А где-то там их не будет Терлиджена, потому что коронавирус. Сколько инкрупционных бьют коронавируса? Эта тварь, точнее прекрасная девушка, царапала меня, била меня. Она там без маски, без всего ходила. Сколько инкрупционных бьют коронавируса? Ее никто не проверил на коронавирус. Кажется, я с ней соприкасался. Это одна очень, в 2014 году на выставке, где в библиотеке я каким-то образом там оказалась. Очень похоже на нее. Похоже на регулярно лечиться в психушке. Что когда мы пришли с Лехой Фирсовым проведать ее, мама ее сказала, что она сейчас на девятом в психушке. Ты посмеешь и скажешь, дурак и дура нашли друг друга, да? Я заранее тебе даю, можешь слезать, слезать мой афоризм. Афоризм, как слухок, как копия свой, ты не можешь придумать. Ты можешь только повторять за мной. Представляешь, я дурак, но я придумал такой афоризм, который ты сам против меня используешь. Не парадокс ли это? Кто из нас дурак? Мне надо купить нейролептик. Сейчас у меня нету нигде клуминации, воспоминаний, болезненных нет. Когда я играю на гитаре, спокойно сижу один. Не хочу никуда выходить. У меня начинается воспоминание тяжелое. И мечтаю только... Где? Вот такой нейролептик, смотри. Валента Фарм. Смотри, какой у них логотип. Смотри. Альфа-бета. Они себя считают богами, короче. Валента. Ат-не-лав. Ат-не-лав. Эти ублюдки. Смотри, видишь, человек распятый. Это они сделали символ распятого Иисуса. Распятого Иисуса, видишь? Они ненавидят Иисуса. Они как бы сделали, что человек не может ничего делать. Вот дребили его гвоздями. Здесь он чувствует боль. Они питаются этой болью. Препарат, произведенный в субстанции компании Сафоний Кочемини, Франция. Чего вы гоните? Одна таблетка содержит алиминерозима, 5 мг. Да вы врете. Бактозы, манагеград. Краситель солнечный закат. Зачем вы краситель добавляете? Зачем вы, Россия, Московская область, щелка выучиться публичной? Это их завод, но их там нету. Кто получается, всего это деньги. Если бы я был журналистом, если бы у меня были деньги, если бы я был каким-то главой страны, я бы мог вычислить их. Мог бы при прямом спецслужбе вычислить, где они находятся. Все узнать о них. Абсолютно все поднакотное. Все узнать о них. И всех их разыскать. Субстанции. Они типа врут. На самом деле они не из Китая субстанцию везут. Сафоник Чин. Субстанции. Ядерные отходы нам со Франции субстанцию везут. Разве не так? Это не иронично звучит, нет? Мы просто с тобой вместе занимаемся любовью. Я целую тебя, лежу тебя снаб до головы. Кусаю твои уши. Кусаю твою шею. Кусаю твои губы и целую тебя. Всю ночь. Ты не можешь сниться. Потом мы идем рисовать. Я рисую на стене пейзажа, жеменый камень. Нет ни одного, ни одного тупого жителя, который орет и кидается на меня. Сумасшедший, пьяный. Мрази нет. Пустой город. Весь за шпаклевом идеально. Стены мы рисовываем с тобой. Скоро в этот город хлынут туристы и обогатят владельца этого города. Нам не надо ни славы, ни денег дать, нам только мелкие рисовать. Из пальцев моих сочится кровь. Пей ее. Пей мою кровь. Пей мою кровь. Пей мою кровь. Она чиста. Она чиста. Она чиста. Ради этого стоит хоть раз умиреть, создав чудо света. Моя кровь сочится отсюда вот. Отсюда. Вот отсюда и отсюда, когда я рисую. Ты любишь пить мою кровь. Ты любишь пить мою кровь. Я не спрашиваю, зачем. И сказала, она чистая. Ты любишь пить мою семью, потому что она тоже чистая. Извини. Извините за это откровение. Извините, я пошутил. Это просто тупость, как я сказал. Это просто тупость. Наступают времена, когда последние времена. Последние времена. Распни меня. Распни меня. Распни меня. Распни меня. Вези сюда ядерные отходы. Распинай Иисуса, как ты любишь. Ведь вы ненавидите его. Вы сюда свозите ядерные отходы. Чёртовы вы. Нехорошие люди. Банки закрываются. И это хорошо. Баста исчез. Его рожа мерзкая. С банка рекламная. Но позднер до сих пор улыбается. Улыбается позднер. Как тебе не стыдно? И тебе не стыдно. Только нам стыд вложен в душу. А вам нет. Позднер. 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 Ты можешь что угодно там говорить на своих передачах. На самом деле ты мимикрируешь. На самом деле ты ненавидишь. На самом деле ты очень злой человек. Ты бы убивал простых людей и пил кровь младенцев позднер. Ну не тот позднер, а просто я про сказочного позднера. Не надо подавать на меня в суд. Я не утверждаю это моё субъективное мнение. Это просто сказка. Позднер это знаешь название города. И он там город такой же был в древности. Позднер назывался. Позднер. Позднер. Пошёл нахуй Позднер. Позднер. ФАК Ю Позднер. ФАК Ю Позднер. ФАК Ю Баста. ФАК Ю. Воинствующая ты из нудак крёстной моей девушки. Я доберусь до тебя. Надеюсь, я буду жать чертю в аду. Я доберусь до тебя. Твоя дочь. Не представляю, сколько она уже пересосала. А раз она воспитана таким идарасом. Я толерантно нанесусь. Позднер. Позднер. пить, курить. Трахаса постоянно. Ты долбоёб. Извини, я верю свои слова назад. Ты не долбоёб. Это я долбоёб. Мы вымрем все из-за таких долбоёбов, как ты. Ни одна россиянка меня не любит. Знаешь почему? Потому что их воспитывают такие, может быть, не всех, но вот ту девушку крёстную у неё, такой долбоёб, как ты. И ты виноват. Себе пришёл к власти, я бы тебе... Я не знаю, что с тобой делать. Нозгу у тебя, скорее всего, нет. Нужно просто тебя исследовать долго. Кормить тебя лучше едой, чтобы ты подольше прожил. И исследовать, просто понять, как становятся такими долбоёбанными, как ты. Как становятся такими ниже животного просто уровеньми. Животные размножаются ради продолжения рода. Ты просто ради удовольствия. Как становятся такими, как ты, крёстными. И называешься крёстными. Мы сначала изучим твой мозг размером с орешек. Наверное, там сразу такой мозг размером с семечку. Поэтому там хрен изучишь. Но мы попытаемся изучить, как потом уже, когда опыты на тебе проведём. Сначала мы будем поведение твоё изучать, всё изучать. Тесты проводить, психологические психиатры будут тебя изучать. Исследовать, как становятся такими долбоёбанными. А потом... Будем тебе на опыты, всё прочее. Исследовать будем. Исследуем, есть ли у тебя мозг. Вообще, как ты реагируешь. Как собаки Павлова будут тебя исследовать. Как собаку Павлова. Спросим. Ну, ты, наверное, не сможешь нормально даже говорить непонятно. А может... Не, ну ты будешь трезв. Мы будем тебя спаивать ещё разным вином. Проверять, как они на тебя действуют. А потом мы вскроем твой мозг, там, совсем немножко дырочку, ты не заметишь даже. И вытащим семечку. Мозг твой размером со семечкой. И её изучим. Даже не будем вынимать, а так, чтобы не убить тебя. Чтобы ты подольше, как можно, дольше прожил. Изучать будем твой мозг, семечку. Там семечка с одним нервным окончанием. А череп пустой просто. Пустота там. Дальше семечку обратно положим, аккуратненько. Эту дырку зашьём. Череп пустой. Ну и дальше будем, придумаем, что делать с тобой. Будем проводить с тобой и соц. Ну, короче, будем исключать тебя долго. Пока ты от старости. Ну, на самом деле ты умрёшь. Да ты можешь даже просто от старости в хороших условиях. Но и потому что ты не человек. Крёстная девушка. Как твоя фамилия забыл. Всё немного вспомнить твою фамилию. Ты просто ниже животного. Вот ты реально ниже животного. Потому что животные размножаются ради продолжения рода. А ты просто советуешь больной девушке, которая болеет через хрени, советуешь ей, которой в Бога очень сильно верить, советуешь ей менять броней, как перчатки, трахаться, пить, курить. Ты просто долбоёб. Опущенный. Попущенный полностью. Откуда я знаю это слово? А из народа. Что может причинить тебе максимальную боль? Такому тупому дегенерату с семечкой мозга во рту, точнее, с хуем во рту и с семечкой мозга в пустой башке. Что может тебе причинить боль? Спиной мозг и проверим твой, как он там работает. Что от него осталось? Узнаем, сколько ты выпил водки, сколько тебя башку раз отбивали, сколько ты раз башкой бился об стену на корабле на своём. Ты же капитан. Сколько ты башкой раз бился, сколько ты раз башкой бился об стене во время шторма. Всё и узнаем. Заведём на тебя карточку. Твою дочь найдём. Всех твоих детей найдём. Всех родственников твоих найдём. Да, я Гитлер, я Сталин, да. Я Сталин. Найдём всех твоих родственников. Потому что таких долбоёбых, такие долбоёбы, как ты, просто уничтожают наш народ. Представляешь? Крёстный называет себя, при этом он пишет, что он воинствующий атеист и внушает бедной девушке, восемнадцатилетней, которая ещё молоденькая, девственнице, что она должна иметь парней как перчатки и заниматься сексом как спортом, мухать, курить каждый день. Кто из нас Сталин и Гитлер? Кто из нас чудовище? Вот скажи мне честно. Кто из нас? Кто хуже? Кто хуже? Кто хуже? Сейчас я пойду покупать нейролёк, всё. Я не могу в мире с такими долбоёбами жить. Я сам долбоёб, да. Если бы я не был долбоёбом, я бы делал карьеру. Присасывался бы к этой системе ебаной. Я ненавижу эту систему. Но я при этом не ломаю ничего, не крушу. Я не разрушитель, я созидатель. Не минус, а плюс. Но вы разрушаете меня. Эта система. Посмотри, как мне было больно. Посмотри, как мне было плохо. Это мой автопортрет. Посмотри на мои глаза. 2012 год, 2011. Посмотри. Никому это не нужно. Никто это не ценит. У меня полно таких картин, где искренне выражена боль, страдания и грусть. И тот мудак, который назвал это унынием, мы тебя тоже найдём. Ты можешь считать себя богом, безжалостным, Кастанеду читать каждый день. Волосы можешь там отрастить ещё длиннее. Мы тебя найдём. Хотя, что с тебя искать? Легко найдём. Ты можешь. Посмотрим, будешь ты улыбаться или нет. Ты готов? Улыбнись. Ты готов? Улыбнись. Ты же всегда с такой улыбкой, да? Неестественной. Улыбнись. Мы проверим, как действуют на тебе разные вещества и как действуют Кастанеды на тебя. Как она, как вообще становятся такими. Ну, короче, тот, кто разбирается в искусстве, назовёт это искусством, а такой, как ты, долбоёб, назовёшь это, ну, конкретно, я говорю, не про тебя, а про конкретного человека его зовут, забыл, как зовут. Да хотя я на него не держу зла. Он назвал это сплошным унынием. Понимаешь? Он назвал это сплошным унынием, он ничего в этом не увидел. Он привык только читать Кастанеду, больше он ничего не читал в жизни. Бедные СНГ. В цивилизованных странах, во всех нормальных странах Кастанеду вообще не читают. Потому что там нормальные люди живут, более-менее. Потому что там не учат их безжалостности. А здесь и так безжалостности хватает. И сюда вот эти Кастанеды, вот эта вся хуйня. Не хуйня, это не хуйня, просто вот эта вот литература, безжалостность, там, жестокость, низшая, хорошо легла вот на эту почву, жестокую, нищую, жестокую почву. Холодную, большую часть года. Вот это темное небо. Полусумасшедшие, там, дофига в Красноярском крае. Это слова главного психиатра. Ну все, в общем. Я иду покупать... Я не знаю, сколько у меня флокситина там. Я иду покупать релижен, если мне не продадут, то пиздец начнется дальше. Я буду молиться, но я буду молиться так, что это будет пиздец. Я буду молиться Богу Иисусу. Я молюсь на улице, на коленях, перед стеной, которая идеально зашпаклевана. Я зашел, сказал, можно я разрезаю? И они что-то отбежали от меня. И она самая мощная из них сказала, нет, 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 все, нет. Я сказал, ну можно я разрезаю? Нет, ну ладно, я ушел. Просто ушел. Там видео есть. И стал молиться. Простить стену, чтобы она позволила мне разрисовать ее. Идеальная стена зашпаклеванная. Просто шпаклевка. Я понял, что просто шпаклевка достаточно. И на ней ее определенной шероховатости так разровнять. И на ней можно рисовать идеальные картины. Вот что я узнал. Мой тупой мозг. Замедленный. Вот смотри, какая мразь. Смотри, деньги она. Вот этого не будет, если я приду к власти. Вот этого не будет никогда. Вот такой вот мразоты. Вот такой вот гадости не будет. 9-9. А почему не 9-9,9? Почему не 9-9,99? Почему не 6,66? Потому что жадные. Не зря вы две девятки поставили. Потому что вы сами знаете, кто. Кто любит три шестерки? Кто любит такую символику? Это вы любите. А вот она, вот она третья. Заменяет три девя... Три шестерки, можно сказать. Просто перевернутые. И вот продажная мразь, которая будет гореть в аду, продалась. Наверное, она дочь этого банкира или кто там. Ух, ух, еши. Банкир. Кредитный потребительский. Кредитный. Кредитный. Какой у тебя кредитный? Народ голодает. Ой, пиздец. Если бы я был у власти, это пиздец. Вот такой хуйни бы не было никогда. Мы бы нашли всех, кто участвовал в этом. Все бы, все... Это было все народу принадлежало. Нашему, ну, народу простому. Простым людям, которые страдают в этом мире. Мы бы уничтожили ваши платформы на небе. Вы на небе сделали платформу, мы себе небесное царство собираетесь сделать. А хуй вам. Хотя, вообще-то, нам хуй придется. Потому что вы сделаете это. У вас все под контролем. Пиздец. Все у вас под контролем. Вы разделили страны границами мощно. Все делается по вашему плану. Ублюдки. добрые люди вы, да, да. Я, ублюдок, я злобный. А вот те, кто повсюду камеры вешают, тоталитаризм нам навязывают, который вам Гитлер... Гитлеру такое как-то преодоление даже не снился. Ни Сталину, ни Гитлеру. Они просто охуевают. Как вы можете жить при таком... Гитлера и Сталина будут изучать в ясельках, как мир полный свободы, где люди были абсолютно свободны чего угодно делать, ничего не было там. Скоро такое будет, потому что будет абсолютно тоталитарное рабство, цифровое. флокстин, кофе, ксанокс по рецепту. Кофе, вон, растворимый, это фигня. Посуду я не помыл, потому что мне нужно идти за нейролептиками. Хотя лучше помою посуду. Сейчас помою посуду, короче, и пойду за нейролептиками. Буду ходить по всем аптекам, пока они не продадут. 50 таблеток нейролептиком. Сука, вы должны 15 миллиграмм нейролептика в одной таблетке, а не травить нас. Вы травите наш народ, потому что вы не из наших. Вот почему вы травите нас. Так бы вы сделали нейролептик по 15, по 10 миллиграмм, но вы не продаете. Вы продаете по 5 миллиграмм жадные уебки Valenta Farm. Ни один журналист продажный здесь все журналисты продажный, ни один не скажет вам, что вы охуели. Валента Farm я говорю вам, вы охуели. Я, Александр Аленин, говорю вам, Валента Farm, вы охуели. Охуели. И вам похуй на это. Может, в следующей жизни я рожусь и приду к власти. Я всех все изменю здесь. В последующей жизни я буду снова рожден. И я приду к власти. И я все здесь поменяю, блядь. Весь этот ебучий порядок. Пирамиду эту разрушиваю, которую на веках вы построили. Царство свое построили на небе. И управляете всем на расстоянии. Вы можете когда начнется революция, вы отключите все электричество, все на расстоянии. Вы даже не живете в нашей стране. Ублюдки. Мы всех вас найдем. Через три поколения, через четыре у вас нет будущего. У меня нет будущего. И у вас нет будущего. У меня будущее будет после смерти. Я клянусь, что я доберусь до вас. Валента Фарма, всех, кто сжирает деньги народные, кто в нищету обратил наш народ, кто заставляет работать мою маму, блядь. дохуя, в ебучем длинном коллективе. Я работал грузчиком, блядь, и испортил себе спину. У меня вот здесь хрящи, хрящи гниют. И это ничем не лечится. И мне пиздец будет через 10 лет. Медицину же вы охуенную развиваете, но при этом вы для народа простого нихуя не развиваете, мудаки, блядь. Чтобы ва...